МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конюха или несчастный случай. Поскольку посторонних в особняке не было, преступление могла совершить только одна из женщин. Чем ближе дело к развязке, тем запутаннее ситуация. Создатели утверждают, даже искушенный любитель детективов до финала не сможет угадать исход дела. Что такое экспонат? С одной стороны, это простой предмет, который когда-то служил человеку в быту. С другой стороны, необычный. Ведь он избежал участи большинства ненужных вещей, перестав им пользоваться, человек принес его в музей и подарил ему новую жизнь. Таких настоящих волшебников, музейных дарителей, чествовали на этой неделе в Музее истории города Гомеля. Эти люди смогли разглядеть за скромной внешностью предметов их историческое обаяние. Участники встречи познакомились с выставкой экспонатов музейных золушек, большинство из которых были современниками исторических событий XX века. Каждый год фонды музея пополняются новыми артефактами и документами, которые дарят неравнодушные гомельчане. В Центральной городской библиотеке имени Герцена подвели итоги конкурса «Гомель в сердце моем». Он проходил в трех номинациях – лучшие эссе, фотографии или видео, которые отражают историю, культуру и архитектуру Гомеля. От людей разных профессий и возрастов поступило 360 творческих работ. Компетентное жюри под руководством члена Союза писателей и театральных деятелей Республики Беларусь Василия Ткачева определяло победителей в двух возрастных категориях – дети и взрослые. Их наградили дипломами, подарками и читательскими билетами сети библиотек города Гомеля. Бенефис заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, художественного руководителя и главного дирижера камерного хора областной филармонии Елены Соколовой прошел в Колледже искусств имени Соколовского. Программу музыкального вечера посвятили знаменательному событию – 30-летию творческой деятельности маэстро. Камерный хор и его художественный руководитель – лауреат и множество международных конкурсов. В 2016 году Елена Соколова была награждена медалью Франциска Скорины за вклад в духовность и культуру Беларуси. Поздравить ее пришли преданные зрители и коллеги – артисты и музыкальные коллективы филармонии. За свое творчество Елену Соколову наградили почетные грамоты областного совета депутатов. Картина галереи Гаврила Ващенко собрала гостей на новый уютный вечер. Участники встречи за чашкой чая обсудили тайны знаменитых картин – от Джоконды до Черного квадрата. Речь шла об интересных случаях, связанных с известными полотнами и их авторами – попытки краши, вандализма, легенды и реальной истории шедевров. Насыщенной будет следующая неделя не только у любителей театра, но и у настоящих меломанов. Со 2 по 6 декабря в Гомеле пройдет международный детский конкурс «Музыка надежды». По традиции его лауреаты выступят на заключительном концерте в Колледже искусств имени Соколовского. Звезда латышской сцены, певец и композитор Интурс Бусули с 4 декабря выступит в областном общественно-культурном центре. В репертуаре исполнителя – джазовая музыка и поп-классика. Собственные песни он чередует с шедеврами Раймонда Паулса. 8 декабря в Гомельском городском центре культуры пройдет конкурс «Шлягер на гитаре». Его почетным гостем станет заслуженный артист Беларуси, гитарист ансамбля «Песняры», композитор и аранжировщик Владимир Ткаченко. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин